Ну, хотел с вами пообщаться по матчу. Достаточно тяжелый выдался для Ростова, минимальная победа, много борьбы. Согласны с этим? Как с вашей семьей? Да, конечно. Вообще здесь выиграть, я не знаю, вполне даже приятнее, чем «Динамо». Что-то сопоставимое, наверное, с «Арибургом». Такая домашняя, чисто такая домашняя команда. Много борьбы, много единоборств. Как такового футбола, наверное, уходит на второй план. Но, в принципе, туда добавить-то и нечего. Сегодня мы в этом компоненте как минимум не проиграли. Это, наверное, и результат. Валерий Георгиевич на пресс-конференции сказал, что поздравил вас, то есть игроков, с невылетом, что набрали много очков. Как отреагировали на это? Ну, вообще, как отреагировали? Ну, да, на самом деле у меня тоже мысль. У нас задача была не вылететь, мы ее успешно выполнили, как мне кажется. Какая дальше задача? Ну, вы не вылетели, а дальше? Да, блин, по-моему, мне кажется, у нас ребята все говорят одно и то же. О игре к игре просто идем постараться выиграть любого соперника. Ростов еще не проиграл ни одного матча, если мы берем чемпионат после рестарта, да, второй части. Почему не получалось в первой части? Да, ну, на самом деле причина, опять же, мне кажется, я буду повторяться уже и... Ну, то есть мы, понятное дело, и анализировали это, сами виноваты, то есть, скажем так, занимались, ну, прямо говорит херня. Ну, то есть провели там плохую концовку лета, вот, ну, концовку лета, в принципе, августа, вот, а в сентябре просто от нас еще и везение отвернулось. Ну, если бы мы были две матчика, да, мы играли. Ну, 2-0 вели, там, поедем. Я не знаю, читали вы или нет, но Артем Ребров, у него есть блог свой на спорте, и он писал про вазелин для вратарей. Да, я и новость видел, но я не успел, он говорил, он там вам советует. Ну, да, но он рассказывает, что он использовал, и там Максименко вроде как использует, вот, как ваше отношение к вазелину для вратарей. Ну, вот, поскольку я не читал, может, меня как раз в курс дел ведете, чем он помогает, а он как это описывает, я обязательно прочитаю, ознакомлюсь. Ну, он говорил о том, что наносит на перчатки, наносит на штангу, то есть на 30-40 минут его хватает, ну, вот, сцепки самой. А, ну, это что-то похоже, наверное, на тебя, как гандбалистский тело. Ну, да, вот что-то, да, вот что-то такое, но вы не использовали. Ну, я не использовал, да, никогда, и думаю, наверное, уже и не буду, в силу возраста, наверное. Не могу не спросить про ваше противостояние с Беллиным, достаточно два опыта вратаря. Вам не кажется, что, ну, еще года два-три, и придет вам на смену новое поколение? Ну, безусловно, да, этот момент когда-то наступит, хотелось бы немножко его продлить. У Саши меня старше, там, годика на полтора, по-моему, 80, Белли, у нас шестого, или что? Я, честно, не знаю. Не помню, не помню тоже, да, по-моему, шестого. Не ошибаюсь. Ну, опять же, как здоровье, то есть сейчас я чувствую себя великолепно, не знаю, полон сил, энергии. Мои силовые, не знаю, показатели сейчас, мне кажется, на максимум, то есть, в моей вообще физической форме, за всю карьеру, скажем так. Последний вопрос по поводу вашего контракта. Вы уже давали комментарий, давал комментарий президент. Вы скажите, после того момента диалог какой-то состоялся все-таки? Нет, еще ни одного договорились встретиться после этой игры. Какой-то диалог состоялся. То есть, возможно, вы заключите сейчас контракт нового воронежа? Спасибо, да.